Два заместителя сити-менеджера Чебоксар встретились с жителями города, чтобы ответить на их вопросы. Алексей Маклыгин отправился в Новоюжный микрорайон, а Алла Салаева в Северо-Западный. Жители последнего больше всего волновали дороги. Например, на чьем балансе разбитый проезд за магазином Туслах? Или как отпускать детей в школу, если на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ильгера водители останавливаются крайне неохотно? Может быть, там поставить светофор, который по кнопочке нажимается, и загорается зеленый свет. Потому что там, конечно, детей тоже. Одних отпускать, маленьких, очень опасно. Еще раз вернемся к этому вопросу. Если это не влияет на общую транспортную логистику вокруг, значит, не вижу особых проблем. Жители дома номер пять очень ждут, когда программа по ремонту дорог дойдет до проезда в их двор. Этот пятачок, он разбит в усмерть. И до него, я понимаю, ни год, ни два, ни три, ни пять, ни десять ремонт не доходит. В Ильгере пять. Деньги выделены. Сейчас за счет экономии средств проводится повторный аукцион. Я думаю, в этот средний сезон мы успеем заезд в высший рынок сделать. Отремонтировать дороги и поставить светофор городские власти могут. А вот повысить культуру горожан, увы. На школьном стадионе после семи вечера выгуливают собак. Зимой дети по лыжне на лыжах объезжают все эти продукты жизнедеятельности домашних питомцев. Здесь полномочий у города нет. Вот мы на набережной, например, Московской, создали условия, положили те же подушки большие. Вот еженедельно, каждую субботу приходят люди, которые разрезают их ножами для того, чтобы посмотреть, что внутри. Взять фонтаны, которые мы открыли на Кадисском сквере. Мы в первый же день, те, кто разработчики, ну кто делал эти фонтаны, они вынуждены были ночью ехать заново покупать насос, заново покупать форсунки, потому что жители их выломали. Понимаете, это же делаем мы, сами же чебоксарцы, сами же горожане. Тема, которая волновала жителей обоих микрорайонов, так называемые разливайки. В доме находится питейное заведение, работающее, в принципе, круглосуточно. Какую работу проводит ОВД, администрация города по закрытию данного заведения? Можете к нам в отдел полиции подойти, посмотреть, сколько административных протоколов составлено именно с данного участка. Но по поводу вопроса о закрытии данного заведения, извините, в мою компетенцию данный вопрос не входит. Если бы у меня были такие права закрыть, я бы все закрыл бы заведение. В Чебоксарах как раз работают над тем, как решить эту проблему в правовом поле без ущемлений чьих-либо интересов. Тем, у кого остались вопросы или предложения после встречи, Алексей Маклыгин предложил зарегистрироваться в интерактивном приложении «Открытый город». Мы его разработали по аналогии с Москвой, там есть такой портал «Активный гражданин». Сейчас мы его запускаем. Он позволит нам проводить электронные референдумы. То есть мы будем все наши решения и действия обязательно согласовывать с нашими горожанами, как по месту жительства, так и в целом по городу. Ольга Пырочкина, Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.